Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня находится депутат Государственной Думы, лидер регионального отделения «Справедливая Россия» Сергей Доролин. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте нашей радиостанции «Эхокирова.ру» есть аудио и видеотрансляции нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Вопросов сегодня масса, и знаете, Сергей Александрович, хочу начать вот с какой темы. В последнее время в кировских СМИ довольно часто упоминалось ваше имя наряду с именем лидера регионального отделения КПРФ Сергея Мамаева. Так скажем, обменялись вы любезностями. Все началось, видимо, с того, что Сергей Мамаев прокомментировал сведения о вашем банкротстве. СМИ рассказали о том, что, по мнению Сергея Мамаева, вот этот факт ставит крест на вашей политической карьере. Ну, затем последовали комментарии с вашей стороны, потом ответные комментарии от Мамаева. Что это такая перепалка, межпартийный раскол или только личное дело? Ну, Владимир, на самом деле я не думаю, что есть какой-то серьезный конфликт. Я думаю, что всю эту историю в большей степени придумали журналисты. Ну, немножко играет, так скажем, на обе стороны. Подождите, припишите, что вы имеете в виду придумали? И я думаю, что необходимы какие-то интересные новости, которые читают. У меня совершенно нет никакого там, значит, к Сергею Павлинычу Мамаеву нет никаких претензий. Да, действительно, там на эмоциях кто-то что-то сказал. Я считаю, что нам в сегодняшней ситуации, в предвыборной, и считал это всегда, и ратовал за то, что все оппозиционные партии должны в предвыборный период, в выборный период объединяться и идти единым фронтом, и показывать хорошие результаты. То есть это какой-то сиютный, сиюминутный эмоциональный всплеск? Да, я думаю, что это небольшое весеннее обострение, значит. Ага, как у вас, так и у Сергея Павлиныча. Да, и поэтому я бы не хотел вот этот конфликт там углубляться в него, там, ну, я считаю, что это неправильно, как бы, и я думаю, что это больше надуманная вещь, да. Точка поставлена? Ну, я не знаю, с моей стороны, как бы, точка поставлена, я действительно, наверное, не сдержался в какой-то степени, да, и... Ну, вот можно я... Резко ответил через комментарий, там, журналист, который вот позвонил мне на телефон мобильный, да, и, как бы, вот эти вещи, я считаю... Ну, можно я упомяну, воинствующий дилетант, это прозвучало весь? Да, это действительно было, но я честно скажу, что я не сторонник ведения таких, вот, такой политической борьбы, я считаю, что каждый депутат должен заниматься своим делом и не оценивать работу, там, коллег депутатов. Я думаю, что оценкой работы избранных депутатов должно заниматься население, значит, и... Ну, я не сторонник вот таких каких-то вещей конфликтных, поэтому я считаю, что здесь необходимо дальше идти и забыть вот о этих вещах. Вы лично предлагали это, Сергей Павденович, был, давай забудем. Нет, мы достаточно часто видимся в Государственной Думе, я думаю, что при встрече, ну, я надеюсь, что мы, как бы, между собой, там, разберемся и никаких, вот, как бы, вопросов и конфликтных ситуаций, я думаю, что не будет. Ну, побольше, честно, я вам скажу, что это вот такое журналистские, такие вот примочки, там, значит... Ну, что, примочки, это журналистская работа, по-моему, Сергей Павлович. Я понимаю. Один сказал звонить другому, вторую сторону выслушивать. Я считаю, что надо заниматься совершенно другими делами, а не пикетировать друг другу, да. По поводу взаимодействия партии, там тоже были высказывания, вы сказали, что никаких предложений от КПРФ не поступало, да, о сотрудничестве? Нет, от нас предложений никаких не поступало, но я всегда был, еще раз повторюсь, сторонником диалога и объединения всех оппозиционных сил, оппозиционных партий в преддверии выборов, и я думаю, что таким образом, создавая коалиции какие-то, да, с оппозиционными партиями, там, Яблоком, коммунистами, значит, либо другими какими-то политическими партиями, мы сможем вот эту узурпированную власть, партией власти, да, разбавить действительно здравыми какими-то, значит, политическими вот этими вещами, да, и я надеюсь, что возможности такие еще у политических партий есть. Ну вот еще хочется зацепиться. Мамаев уже сказал, что никаких союзов со «Справедливой Россией» он не планирует. Ради бога, если нет желания у одной из политических партий, да, объединяться там с нами, ну, мы готовы на эту площадку там приглашать другие политические силы, другие политические объединения и готовы с ними ввести диалог. А в рамках нынешнего созыва Госдумы, в рамках нынешнего созыва нашего регионального ОЗС взаимодействие с коммунистами как-то осуществляется? Ну, по многим вопросам, если вы посмотрите итоги голосования, мы постоянно голосуем вместе, объединившись, в том числе и с партией ЛДПР. Это и закон о капитальном ремонте, когда обсуждался, это вот и последний законопроект, который мы вносили о детях войны. Чуть позже мы его обсуждали. Да, это десятки, а может быть сотни законопроектов, при обсуждении которых мы имели единую позицию, я считаю, что это правильно и необходимо действовать в таком направлении, в таком ключе и в последующих избранных думах. Поэтому создание коалиции, каких-то групп, я считаю, что это очень важный такой инструмент в работе законодательных органов власти. Вы только что сказали об объединении оппозиционных сил перед выборами. Ну, давайте, собственно, к подготовке к грядущим парламентским, ну, на разных уровнях выборах поговорим. Мне интересует ситуация сейчас внутри справедливой России. На какой стадии сейчас подготовка? Мы готовим... Если говорить не о вас, а в целом. Мы, как и все политические партии, естественно, готовимся к предстоящим выборам, и не только в областное законодательное собрание, но и в Государственную думу. У нас, на мой взгляд, достаточно профессиональный аппарат партии, который работает в ежедневном режиме. У нас, на мой взгляд, достаточно крепкие местные отделения и активные руководители местных отделений. У нас, я напомню радиослушателям, депутатов различного уровня 239 человек. По нашей области? По нашей области мы являемся второй партией политической по количеству депутатов, по численности депутатов, избранных от различных поселений, районных, дум, городских. Поэтому мы во всеоружии встречаем начало выборной кампании, готовимся и по изготовлению АПМов, и газета у нас в ежемесячном режиме выходит. Я надеюсь, что мы достаточно интересно будем выступать и предлагать программы свои партийные. У нас состоится в апреле месяце съезд. Вот как раз, да, хотел перейти как раз к апрельскому съезду. Это будет первый съезд, насколько я понимаю. Да, в этом году это первый съезд политической партии «Справедливая Россия». На этом съезде будут обсуждаться вопросы предвыборной стратегии политической партии. На этом съезде будет приниматься новая программа политической партии «Справедливая Россия». А насколько она будет отличаться от предыдущих? Ну, вы понимаете, мы, все политические партии, в том числе и мы, всегда вносим изменения в наши программы. Но они необходимы, потому что мы последний раз вносили изменения в предыдущие, в 2011 году выборы в Государственную Думу. Но время течет, время изменяется и сегодня есть. А сейчас можете сказать, что кардинально нового будет? Вы понимаете, мы по всем направлениям. Это и экономика, это и сельское хозяйство, это и социальные проекты, это и образование. То есть программа сегодня обсуждается, есть проект. Я, как заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству, курирую и веду блок программы по селу. Есть интересные предложения. Ну, например, одно из них, я неоднократно здесь в студии озвучил, нам необходимо вводить систему продовольственных сертификатов для малоимущих граждан, для, так скажем, нашего бедного населения. От таковых у нас сегодня, ну, практически за чертой бедности живут более 20 миллионов человек. Значит, ну, есть еще интересное предложение. И поэтому, когда этот программ... Про 8 соток будет? И про 8 соток будет, и про, значит, увеличение финансирования сельскохозяйственной отрасли, без которого, я думаю, что нам не, значит, не решить проблему импортозамещения. То есть очень много интересных вещей. И вот как раз-таки на съезде партии мы новую программу будем обсуждать и принимать. Также будем говорить о предстоящих выборах. Я так понимаю, что вот как раз этот апрельский съезд, на нем будет решаться вопрос, и вот как и конкретно по персоналям, кто пойдет на выборы. Я не ошибаюсь? Нет, по персоналям будет решаться вопрос на июньском съезде. Мы не будем закрывать этот съезд. Значит, у нас еще остается несколько вопросов в повестке. Это технический вопрос. И в июне месяце мы будем уже формировать территориальные группы на выборы в Государственную Думу, выдвигать депутатов-одномандатников, которые пойдут у нас в различных регионах России. Поэтому этот такой съезд предварительно. Значит, в июне, я думаю, что мы окончательно вот эту повестку закроем и уже начнем заниматься предвыборной кампанией, регистрируем кандидатов и так далее и тому подобное. Что касается лично вас, вы все-таки первое лицо в рекотделении. Что касается лично меня, я об этом уже говорил, я буду выдвигаться. Если съезд поддержит мою кандидатуру, то в Кировской области я пойду по одному из одномандатных округов. Ясно уже по какому? Ну, предварительно я этого и не скрывал. Год назад я пойду по 106 округу. Это округ, который входит в мой родной город Кирово-Чепецк. То есть в этой части изменения не планируется? Ну, пока изменения не планируются, а все будет зависеть от того, какое решение примет съезд наших партий. Что касается нашего областного ЗАГС-собрания, новые кандидаты в «Справедливая Россия» там могут появиться? По сравнению с нынешним созывом? Естественно, у нас сегодня формируется команда, которая пойдет на выбор в законодательные органы власти. У нас есть очень много активных членов партии, людей, которые с нами работают на протяжении 8 лет. Пока я возглавляю региональное отделение, я думаю, что будет сформировано 27 одномандатных депутатов по одномандатным округам и 27 сильных территориальных групп, поэтому мы, естественно, будем бороться за места в законодательном собрании в Кировской области. Ну и когда уже планируете развернуть такую широкомасштабную кампанию после июньского съезда? Да, у нас будет съезд региональный здесь, значит, и на июньском съезде. Он когда планируется регионально? Ну, это тоже примерно в июне месяце, июнь-июль, значит, после которого мы будем, значит, по уставу партии также точно принимать решение о выдвижении наших кандидатов здесь на местах. Я думаю, как и все партии, в июле месяце мы начнем активную избирательную кампанию. Ну, в июне, по-моему, все-таки официально она стартует. Вот июнь-июль, то есть объявлено будет в конце июня, значит, начало предвыборной кампании, это конец июля, август и до 18 сентября. Вот еще какая предвыборная деятельность в рамках «Справедливой России» планируется, узнал об этом из издания «Коммерсант». Своеобразный аудит кадров «Справедливого Россия» планируется в регионах. В регионах Совет Палации депутатов фракции утвердил критерии, по которым будут оценивать кадры в регионах. По каждому депутату должна быть предоставлена информация о принятых законопроектах за 2015 год, его позиции в законодательном органе, наличие своей приемной, количество выступлений в СМИ, на мероприятиях, есть ли аккаунт в соцсетях. Вот такие параметры разработаны. Вы принимали в этом участие? Да, я принимал в разработке вот этих критерий оценки деятельности депутатского корпуса. Я думаю, что это такое интересное ноу-хау. И сегодня эту информацию всю центральный аппарат партии у нас, специальный отдел собирает. И мы будем формировать вот эти критерии и определять лучше региональное отделение. Мы на Палате депутатов, кстати, это тоже одно из ноу-хау, которое есть единственное у партии «Справедливая Россия». Мы собираем представителей всех уровней депутатов. И сначала на региональном уровне обсуждаем, делимся опытом между районными депутатами, городскими депутатами, депутатами ОЗС. В общем, депутаты все участвуют и какие-то свои интересные такие вещи предлагают, обмениваются опытом. И у нас также собираемся мы на федеральном уровне, со всех регионов. У нас собираются депутаты всех уровней, и мы обмениваемся мнениями, какими-то законопроектами. Делаем модульные законопроекты, которые у нас во многих регионах выходят с инициативой депутатов разного уровня. Поэтому вот этот критерий, он очень интересен. Я больше хочу сказать, что корпус депутатской Кировской области, 239 депутатов, мы являемся одними из лидеров депутатского корпуса среди всех регионов «Справедливая Россия». Ну вот здесь действительно параметры, это и число внесенных законопроектов. Это число принятых законопроектов от числа внесенных. То есть внес, если приняли, внес? Значит, число депутатов, являющихся руководителем представительных органов власти, заместителей, председателей. Ну и дальше, я считаю, что одни из основных, это число депутатских общественных приемных, в которых проводятся приемы с населением. Я считаю, что это очень важно, и это один из основных показателей. Значит, число депутатских запросов на основе встреч с избирателями, я тоже считаю, что это критерий очень важный. Запросов в разные органы. В разные органы, да. Затем число публикаций и выступлений депутатов в средствах массовой информации. Здесь у нас очень интересный показатель, вот, допустим, два я только назову. Число депутатских запросов, подготовленных по обращениям граждан, у нас за прошлый год 575 обращений было депутатов разного уровня. Ну, мне трудно судить, просто сравнивать, не знаю, с чем. Ну, это достаточно много. Много. И 1513 выступлений, публикаций депутатов в региональных СМИ. То есть, это не на платной основе только, да, это те упоминания с интересными предложениями или выступлениями наших коллег-депутатов в средствах массовой информации. Виктор Александрович, почему только за 2015 год? Почему бы не взять вот последний срок полномочий депутата? Ну, нет, почему только 2015? Нет, подождите, вот смотри, мы эту оценочную, так скажем, таблицу или эти оценочные критерии договорились в Центральном аппарате партии и в Палате депутатов разработали. Мы на основе ее сейчас соберем за последний период депутатской деятельности по всем депутатам за пятилетку. А, за пятилетку все-таки будет все. Мы, да, мы сейчас разработали основные критерии, вот у нас 14 основных критериев, по которым мы оценивать будем каждого депутата. И здесь, что называется, вот как говорят в спорте, там, да, чтобы ты не говорил, смотри на табло всегда. Смотри на табло, и там счет виден, и как бы здесь будет понятно, там, чтобы не говорил депутат, там, да, у нас. Мы видим вот эти основные критерии, что он сделал за эти пять лет, и будем уже оценивать его деятельность, и будем думать о том, включать ли нам, там, в региональные списки, в, значит, выдвигать ли нам этого, того или иного депутата. Поэтому это очень интересное предложение. То есть некие решения по итогам будут приниматься? Ну, естественно. По активности депутатов нам необходимы активные депутаты. А будет ли идти речь в том числе о том, чтобы покинуть ряды? Ну, вот, не проявился это никоим образом. Нет, ну, я не думаю, что мы будем таким образом исключать из партии, я считаю, что это совершенно не нужно, да. Но я думаю, что при оценке, значит, его критериев и выдвижения, мы будем, естественно, с человеком, с каждым на эту тему говорить. И, значит, оценивать его деятельность уже не просто там эмоционально, а исходя из этих критериев, значит, исходя из этих показателей. А сейчас, интересно, у депутатов есть время, не знаю, может, наверстать упущенное? Ну, вот не проявлял он себя последние годы как-то особо активно, а вот сейчас, бац, и в СМИ стал выступать, и аккаунт в соцсети завел. Я думаю, что есть такая возможность, и многие ведь депутаты, вот, судя по тому, что у нас в 2016 году началось, да, и в средствах массовой информации начали проявлять сумасшедшую активность. Вот, ну, я вам скажу, что Государственная Дума, она, вот этот порядок оценки, там, работы депутатов и показатели, она постоянно оценивает. Вот, ну, я по себе скажу, да, допустим, я постоянно захожу на сайт Государственной Думы и смотрю там количество выступлений своих, да, с трибуны Государственной Думы. Вы знаете, мы тоже следим за нашими кировскими депутатами, смотрим, что вы там предлагаете. За 4 года 37 раз я выступал, значит, более 40 законопроектов я внес, да, поэтому это очень интересно, и поэтому можно оценивать вообще работу депутатов, я считаю, что это необходимо делать. Простите, когда мы говорили о ваших планах, да, о ваших выборах, совсем забыл задать вопрос вот какой. Возможен ли еще кандидат от Справедливой России в Государственную Думу от нашего региона? Два округа одномандатных у нас, и мы, естественно, будем выдвигать двух кандидатов. Вот, я вам говорил, по 106 округу, значит, планирую идти я, и мы сейчас решаем вопрос, кого представить нам на съезде из наших достойных кандидатов. Я думаю, что да. Примерная кандидатура есть? Ну, есть ряд кандидатур, интересные. Люди известные в Кирове? Я думаю, что да. Ну, я не думаю, я уверен, что это известные люди, достаточно интересные, харизматичные, поэтому мы будем выдвигать. Наши местные? Естественно, эти люди, имеющие корни Кировской области, эти люди известные на федеральном уровне, поэтому будем выдвигать. Ну, остается еще немного времени до перерыва, и хотелось бы перейти к нашим кировским новостям и событиям. Я напомню, что беседуем мы с Сергеем Доронином, депутатом Государственной Думы. Новость тоже последних дней, вызвавшая серьезное возмущение, в первую очередь, местных жителей, я имею в виду жителей Вахрушей и деревни Осинс, и там идет строительство полигона твердых бытовых отходов. Недавно мы обсуждали эту тему в эфире, экологическое наше министерство уверяет, что если все делать по нормам, по тому, как это все запланировано и заложено, то ничего страшного в этом нет. Люди не верят, местные жители, говорят о том, что свалка будет обязательно гореть, будет зловоние ужасное, будет загрязнение подземных вод, грунтовых, невозможно будет там пить нормальную воду. Экологическое ведомство, опять же, заявляет, что были участки еще, но этот самый оптимальный, именно там, причем не навсегда эта свалка. 8 лет пройдет, ее придется закрывать, рекультивировать. То есть это процесс постоянный и неизбежный. Вот ваш взгляд на эту проблему? Я думаю, что, к сожалению, в России захоронение отходов – это одна из таких серьезнейших проблем. И я думаю, что в плане экологическом, конечно, мы отстаем от развитых стран, в первую очередь европейских стран, от Соединенных Штатов Америки. Я занимаюсь еще бизнесом до 2009 года, идея была тоже, может быть, пойти или создать что-то из мусоропереработки. Это очень интересная такая тема, и она сегодня очень активно, к сожалению, только пока обсуждается, но есть регионы. Есть регионы, да, это дорогое удовольствие, но вот в странах развивающихся государство поддерживает создание и строительство таких заводов. Я вам скажу, что я даже на двух заводах был. Был на заводе в Барселоне, который стоит практически в одном километре от самого города, но в черте города. И качество, конечно же, меня удивило. Это совершенно какие-то технологии инновационные применяются, где идет отделение мусора, переработка его. Нет ни выбросов никаких, есть мощнейшие очистные сооружения. Здесь же изготавливается продукт какой-то конечный. В общем, неплохо бы такое предприятие нам здесь. Да, в Германии было на таком же заводе. Ну, интересная вещь. А в России, к сожалению, я думаю, что людей понять можно. Необходимо проводить, наверное, какие-то публичные слушания. Так они проводились. И нам все-таки другое дело, как об этом сообщалось людям. Нет, и да. И здесь необходимо с людьми работать. Я понимаю людей, людям надо объяснять, необходимо встречаться, собирать, может быть, сходы делать. Вы уверены, что людей в этом отношении можно убедить, все им разъяснить, растолковать? Я уверен в том, что необходимо с людьми встречаться, необходимо пробовать объяснять им что-то, да. Ну, и подключать здесь людей-сторонников экологии. У нас же есть там организации, которые занимаются экологией. Я думаю, что необходимо, конечно же, идти нам в город большой. Необходимо искать пути решения вот этой проблемы через строительство завода по переработке мусора. Я думаю, что необходимо, по крайней мере, эти моменты просчитывать и принимать участие, в том числе и с помощью бюджета и областного, и городского, и инвесторов находить. Потому что есть примеры. А инвесторов тоже надо? Ну, я думаю, через государственно-частное партнерство сегодня есть примеры регионов, которые вот аналогичные заводы по мусоропереработке ставят в городах. Тем более город Киров, это город с огромным числом жителей, 600 тысяч человек, да, с лишним у нас проживает. Я считаю, что за этим вот ближайшим будущим, будущее, что называется. Идеальный выход, на ваш взгляд, это все-таки некое мусороперерабатывающее предприятие. Ну, естественно, понимаете, мы сегодня архаичным вот таким способом, значит, живем. И Кирово-Чепецк у нас огромный. Кстати, тоже хотел спросить, как в вашем родном Чепецке обстоят дела? Нет, у нас тоже есть проблемы. Мы занимаемся архаичным методом переработки мусора, да, сжиганием, либо, значит, закапываем его в землю. Складируем. Складируем, значит, да, храним. Естественно, после дождей там все это сливается там, да, в какие-то ручьи, значит, это все уходит в почву, это все уходит в реки. И нам, естественно, надо идти по пути строительства таких заводов. К сожалению, государство вот эти вещи не поддерживает активно. Сергей Доронин, напомню, в нашей студии предлагаю прерваться ненадолго и продолжить беседу. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Сергея Доронина, депутата Государственной Думы, лидера регионального отделения «Справедливая Россия». Продолжим разговор о городских и региональных наших делах. Вы, безусловно, слышали о так называемом проекте «Авиатский променад», который предполагает в том числе установку колеса обозрения на театральной площади. Но это, по всей видимости, такой самый заметный объект в рамках этого проекта. Начало будет как раз-таки на театральной площади. Планируется, что будет начало авиатского променада, затем улица Спаская, и конечная точка – это памятник Грина, набережной, собственно, Грина. Как вам такой проект? Много раздавалось как положительных, так и отрицательных, нейтральных высказываний. Слушайте, я вообще за то, чтобы развивать вот эти пешеходные улицы, развивать пешеходные направления в городе Кирове. Есть очень интересные исторические здания у нас, очень красивую набережную у нас сделали с подсветкой. Я считаю, что таких объектов должно появляться больше в городе Кирове. Естественно, необходимо учитывать общественное мнение. Я думаю, что необходимо качественно проводить опросы, подкрепляя те или иные проекты. Вы же знаете, как на самом-то деле получилось. Без опросов все было. Городская администрация утвердила размещение аттракционов в этом году на территории города Кирова. И вот, бац, появилось в лесовом озрении на театральной площади. Обсуждений-то не было. Ну, я думаю, что, к сожалению, у нас городская администрация такими вещами занимается и балуется. Это и пресловутый парк Победы, когда мы обсуждали в прошлом году. И в этом году... Вы имеете в виду часть территории? Да, по выделению земельного участка, без конкурса. Вот это, конечно, серьезная проблема. Я считаю, что необходимо призывать активно участвовать жителей города в обсуждении тех или иных проектов социальных, или не социальных, но таких больших проектов. И общественной организации призывать. И делать это публично, максимально публично. И тогда не будет пересудов, каких-то слухов. Я считаю, что то, что делается в плане проекта пешеходной вятки, это очень интересный проект, и его необходимо развивать и поддерживать. Напрямую спрашиваю, вы за колесо или против колеса? Вот сейчас не говорим о месте в конкретном установке. За второе колесо. За или против появления? Я за колесо. Я вам скажу, да, я, если это колесо, оно будет соответствовать современным требованиям, я думаю, что вот таких объектов в парках, еще раз повторюсь, либо в других местах, в достопримечательных нашего города, должно появляться больше и больше. Я за колесо. За колесо. А сейчас давайте по поводу места. Я за строительство памятников, я за строительство пешеходных улиц, скамеек, автомобилей и так далее и тому подобное, что украшает и делает наш город незабываемым. По поводу места-то колесо. По поводу места, ну, понимаете, я не архитектор, я не знаю, там, самая ли это высокая точка, какое обозрение самой высокой точки этого колеса. Здесь уже вопрос как бы технический, да. Наверное, хотелось бы установить это колесо в самом высоком, может быть, месте. Ведь сам принцип колеса, он для чего? Самое высокое место может быть не обязательно красивым, там смотреть ничего. Нет, не просто там покататься на колесе, да, а что-то увидеть, вот, на мой взгляд, с этого колеса, значит, крыши, домов, значит, какие-то виды открывающиеся. Естественно, если это колесо там поставить где-то в районе магазина метра, да, ну, наверное, это будет не совсем интересно, да, там, в низине где-то. Конечно, хотелось бы, ну, насколько я понимаю, там, по архитектурным задумкам поставить его в каком-то месте, которое будет, а, доступно. Сергей Александрович, на театральной площади, вы за или просят? Ну, наверное, место интересное. Интересное? Да, да, я не буду уходить там от ответа, но я считаю, что, да, наверное, это место интересное, место отдыха горожан, если это колесо будет обустроено, если будут подходы там, какие-то, может быть, кафе там, столики летние. У меня вопрос в другом. У нас, к сожалению, мы живем в таком северо-восточном, значит, месте, там, в городе, да, в котором вот погодные условия, они, наверное, не совсем позволяют там использовать или эксплуатировать вот данного вида аттракционы, да? Обещают, что кабинки будут теплые? Подогрев. Теплые? 24 часа в часу. Тогда я двумя руками за установку вот таких интересных сооружений. Хорошо, далее по городским делам, сейчас, наверное, упрекнут меня некоторые слушатели, потому что, почему раньше-то я об этой теме не сказал? Ну, говорю, дороги, состояние дорог. Сергей Александрович, слушайте. Ну, какие вы эмоции испытываете и конструктивные предложения, которые вы не слышите? Вы знаете, на самом деле, вот сейчас, находясь в городе Кирове, буквально там вот эти недели, да, ну, слеза, что называется, там, прошибает, такая скупая мужская слеза, ну, к огромному сожалению, на мой взгляд, вот в этом году одни из самых ужасных дорог, которые я видел там за последние лет 10, вот. Проблема номер один, мне кажется, в сегодняшней, значит, жизни нашей, и поэтому хотелось бы, конечно же, и выделять больше денег на ремонт дорог, и, читая интернет, значит, видишь оценку качества наших дорог, мы входим в 15 субъектов, вот, как я прочитал в интернете, в которых самые, по 15 субъектов Российской Федерации, в которых самые аварийные дороги, самые, значит, по качеству дорог, плохие дороги, мы там на каком-то 81-м или 82-м месте, там есть еще одна оценка по качеству дорог, вот. Я надеюсь, что в связи с введением увеличения акциза, значит, будет больше собираемость денег на дороги, ну, с 1 апреля, да, в сегодняшней ситуации, по моей информации, около 5 миллиардов рублей будет потрачено на содержание и ремонт дорог, ну, я не знаю, смогут ли... Так, поясните, откуда эта цифра, 5 миллиардов в регионе? В регионе, да, ну, это примерно, по моим оценкам, вот, та сумма... Транспортных налогов? ...собираемых транспортных налогов и акцизов на бензин, да, это около 5 миллиардов рублей, эти деньги тратятся на содержание, ремонт дорог, но ситуация у нас действительно ухудшается, несмотря на то, что у нас декларируется постоянно и в Государственной Думе, и там Росавтодором, что у нас качество дорог, несомненно, в России улучшается. Ну, к сожалению, на примере Кировской области, да, я этого не вижу. Да, действительно, бываю в разных городах России, вот, буквально недавно был в Сочи, значит, на одном из мероприятий, шикарно к Олимпиаде подготовили, и качество дорог, конечно, великолепное, да. Да, Московская область, Москва, вот, как бы, очень часто езжу, вижу качество дорог великолепное, ну, у меня такое ощущение, что все деньги Российской Федерации тратятся у нас, вот, на несколько субъектов Российской Федерации, это Санкт-Петербург, это Москва, ну, и я думаю, что основная денежная масса будет сейчас тратиться в те города, где будет проходить Чемпионат мира по футболу. Поэтому, в моем понимании, значит, каких-то особых перспектив по ремонтам дорог в Кировской области ожидать, наверное, не приходится в ближайшие годы. Ну, это вот мои, чисто, значит, внутренние ощущения, да, потому что, ну, надо признать, что экономика у нас стагнирует, несмотря на то, что есть различные оценочные там какие-то, да, вещи специалистов, что мы уже достигли дна, я думаю, что мы дна не достигли, я думаю, что мы будем пикировать вниз, и я думаю, что и 16-й год, он не самый лучший, я думаю, в следующем году более худшая ситуация будет. — С дорогой. — С экономикой. — С экономикой. Ну, и, естественно, мы же не можем дороги там привязывать к экономике. — Я предлагаю сразу же перейти к смежной теме. Это инициатива отмены транспортного налога «Справедливая Россия». Ну, это на уровне Госдумы сейчас, да, в апреле все-таки планируется еще раз внесение. «Справедливая Россия» далеко не одни эту идею предлагали, и в Государственной Думе, и в различных других парламентах. — Отмена транспортного налога. Вот личная моя оценка, признаюсь, я плачу транспортный налог в размере 2 тысячи рублей в год. Если бы я его не платил, 2 тысячи, но мне бы были не лишние. Но вот меня не покидают опасения, они станут и наши дороги еще хуже. Ведь по официальным данным, в нашем регионе транспортный налог приносит в дорожный фонд 1 миллиард рублей. На мой взгляд, систему вообще транспортного налога надо менять. Не отменять его, а менять. Привязка к лошадиным силам, ну, как-то глупо. Может привязать к массе. Ведь чем тяжелее автомобиль, тем им больше вреда наносит дорогам. Простая физика. Логично? Логично. Я думаю, что необходимо привязываться к акцизу на бензин. Я считаю, что, в принципе, это самый справедливый метод сбора так называемого транспортного налога или тех денег, которые идут у нас на ремонт дорожной сети. Ведь, смотри, чем мощнее автомобиль, тем больше тратит он бензин. Чем чаще ездит тот или иной автолюбитель, физическое лицо, тем больше он тратит бензина. Во многих развитых странах, цивилизованных странах, где отличного качества дороги, нет транспортного налога, а все сборы с населения, с юридических лиц, имеющих автомобили, грузовые или специальные автомобили, идут через акцизы на бензин. У нас, к сожалению, в Российской Федерации получилась совершенно интересная ситуация, когда практически четыре таких пошлины с физического лица или с юридического лица собираются на содержание и ремонт дорог. Первое – это транспортный налог, как вы сказали правильно. Второе – это акцизы на бензин. Как нам обещали, при принятии решения и повышения акцизов на бензин снимут или отменят транспортный налог. Четвертое – это введение в систему Платон. И четвертое – это сбор сегодняшний за передвижение по федеральным трассам. То есть вот четыре вида такого оброка. Четвертое – Платон и платный проезд по федеральным трассам – это одно и то же? Нет. Или другую? Нет. Ну, есть у нас сегодня сборы, вы знаете, сезонные сборы за проезд по федеральным трассам. А, вы имеете в виду весенние ограничения так называемые? Да, естественно. То есть вот у нас получается четыре таких оброка за, значит, с автолюбителей, которые они вынуждены платить. И я считаю, что здесь необходимо правительству все-таки быть честными перед своими гражданами. Правительство страны мы имеем в виду. Да, правительство страны применять все-таки один налог на дороги, на содержание дорог с населением и не заниматься ерундой, а отменить транспортный налог, а собирать деньги все-таки через акцизы на бензин. Завершается время нашей программы. Напомню, что это особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы, лидера регионального отделения «Справедливая Россия». Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо.